Замерзли? А вас, наверное, не предупредили, что надо тепло одеваться. Ну что, начнем. Чай травяной. Первый министр, который посетил заповедный Крым. Очень приятно вас видеть таким составом, видеть родных сердцу коллег, которые прибыли для того, чтобы нам оказать поддержку. Самое главное, это, конечно, наличие полигона ТКО, который находится не только в границах нашего заповедника, а и является, по сути, сам заповедником. Перед встречей с вами сегодня встречался с руководителем региона. Я сейчас по формам, как это решить, не буду. Это технический вопрос. Самое главное, что мы понимаем, что это делать надо. Вы знаете, что один из федеральных проектов, это убрать свалки, которые находятся в территории наших городов. Есть прямое поручение президента, которое охватывает больше 20 миллионов человек. А вот в этом конкретном заповеднике есть свалка, 8 гектар, которая, условно, десятилетиями здесь копилась, и по ним нет решения. Мы сапожник без сапог. И коллега, который сегодня поднимает этот вопрос, он справедливо это говорит. Я так понимаю, у вас еще и вопросы по штату стоят? С шестью самоохраняемыми территориями, по сути, контроль и надзорные, осуществляют всего 40 следов, небольшим человек. Территория очень пожароопасная, где нужно быстро реагировать. Мы обязательно вместе с коллегами вопросы изучим и посмотрим, чем может быть. Поможем уже сразу в 2021 году. Правильно? Нам надо просто определиться, что они должны быть, а в структуре условного управления лесхоза или в структуре вашей. Это вопрос только, условно, трудовой книжки и денег. Правильно? Да, всегда. То, что они быть должны, это бесспорно. Правильно? Иначе мы просто на одном из пожаров потеряем просто эти площади, которые мы просто никогда не восстанавливаем. Негативное отношение к охране природы, элементарная экологическая безграмотность, какая-то население, во многом недостаток вот этого экологического воспитания. Вот эти проблемы, они очень успешно могут решаться с помощью особо охраняемых природных территорий, которые как раз и могли бы стать в каждом регионе центрами экологического просвещения. Мы обязательно сделаем предложение, чтобы в нацпроекте экологии был отдельный федеральный проект, связанный именно с образованием. Байкальский запретник биосферный. На нас это накладывает обязанности и жизненную потребность работать с людьми. Что такое работать с людьми? Это прежде всего не загонять их в тиски всевозможных запретов, а давать возможность, чтобы у них была работа, чтобы они были нашими сторонниками, чтобы они понимали, зачем сохраняется природа и способствовали ее сохранению. Но, к сожалению, вот 643-е поставление накладывало ограничения, которые не способствовали этому. Постановление, которое вы сказали, оно с 1 января перестает действовать. Вы правильно сказали, там больше 100 тысяч человек в населенных пунктах. В центральной полиции и зоне. Да, и они, к сожалению, просто связаны по рукам и ногам для того, чтобы условно что-то делать, чтобы просто жить там. Сейчас редакция, которая находится на рассмотрении, последняя. Там, слава Богу, что предусмотрена отмена так называемых незатронных природных территорий, термина которого просто нет. Поэтому такая вольная трактовка фискальными органами приводила к тому, что развитие муниципалитетов, жизнь людей, она просто была заморожена. Планируется встреча с общественностью, которая позиционирует себя противниками этого решения. И я честно, искренне, Василий Иванович, вас приглашаю на эту встречу и с правом выступить. Человека, который там живет, который посвятил свою жизнь этому. Это не представитель каких-то там условно интересов. Это человек, который там каждый день живет. Чтобы защитить природу, надо учитывать интересы людей. Вот банально, сказал бы, но в данном случае это очень важно. Научиться охранять природу не от людей, а вместе с ними. Текущие подходы, они требуют просто кардинальной какой-то переделки. Говорю просто открыто совершенно. Когда совершенно случайные люди оказываются у руля заповедной системы, а те люди, которые работали на территориях, они знают проблематику, они, в общем-то, вообще их мнение не учитывается. Методические различные обеспечения, правовое обеспечение, кадровое обеспечение, все на низком уровне. Понимаете, вот, ну, просто действительно она болела. Нищая система, зарплата получает 15-20 тысяч рублей инспектора. Вот у нас в ученом совете 9 докторов наук. И власти, когда мы выносим решение такое, что это недопустимо. Это власти к этому региональные прислушиваются. По положению утверждается каждые два года, да. Извините, у нас с 12-го года не утвержден состав, и 5 человек уже покойные из этого состава. Представьте, больше 10 тысяч человек, которые работают в системе ОПТ. То есть это ФГБУП, это департамент, это куча всяких смежных руководителей. Такое чувство, как будто все друг за другом только проверяют, надзирают, смотрят или еще что-то. Но это неправильно. Те вопросы, которые подняли коллеги, они говорят о том, что в системе требуется реформа. Реформа не громких слов, а именно с точки зрения того, что мы должны договориться между департаментом, который занимается законотворчеством, нашими федеральными бюджетными учреждениями, которые формируют, скажем так, требования и правила к коллективам, которые работают. О том, что мы будем это делать вместе, иначе просто это такая разорванная цепочка. Давайте так договоримся. О том, что усовершенствовать систему надо, мы больше к этой теме не возвращаемся. Это в действительности так и есть. Мы это признаем.